всем привет удумал я себе сделать нахлыстовый подсак ракетку вот не знаю вот как-то покупать мне его жаба немножко поддушивает да и честно говоря интересно сделать самому конечно правильно его было бы сделать из дерева но другой стороны кто сказал что это правильно значит у меня дома вот еще были остатки вот такого пластика не знаю что он здесь миллиметр наверно два в толщину значит я по наклеил на этот пластик обыкновенно сквозь малярку вот такие полосы по наклеивал вот это обрезки я просто показываю что у меня осталось значит в итоге в итоге я сложил вот такую ракетку как вы видите но это пока что на еще только прихвачена вот этой же малярка для того чтобы измерить но изначально я взял кусок паракорда и собственно говоря выложил на полу то что я хотел сделать немножко кривенько но примерно вот от этого конца по всему периметру до этого конца здесь ровненько полтора метра у меня вышла значит вот это вот скрутка у меня вышла значит ширина длина длина 37 ковша я имею ввиду ширина где-то 25 рукоятка 16 половиной 17 где-то так вот такой вот подсад у меня выходит ну собственно говоря сейчас что в планах сейчас я все это дело разбираю кстати да вот эти вот мои отрезки все по 50 сантиметров значит вот это вот идет цельная полоса вот так вот где-то вот до сюда вот вот так вот и потом еще две вот так изнутри идет вот так вот и вот так потом вот здесь вот идет маленький усилитель здесь маленький усилитель два вот таких вот кусочка то есть он у меня вышел трехслойный вот ну значит да конечно он мнется он играет но другой стороны в этом есть плюс что он также будет не очень ломаться вот сетку я буду потом использовать плетеную из лески так как в лесочной сетке крючок и муха в моем случае не так будет сильно путаться магнитик я купил вот такой вот магнитик для нахлостового посадка значит ну собственно говоря все сейчас я буду разбирать сейчас я склею буду клеить обыкновенным клеем моментом вот так же прижимая маляркой ну и потом когда высохнет я планирую у меня есть какой-то такой армированный очень мощный скотч я не знаю что это за он но он очень мощно какой-то тканевой основе вот он вроде как не клеить и к рукам но какому-то пластику почему-то он если прилипает но даже я вам скажу что вот этот скотч я не знаю что это за он и откуда он вообще у меня взялся вот в гараже у меня есть вот такого типа как на столе покрытия я кусочек этого скотча приклеил к этому покрытию потом рванул и немножко лака оторвалась с покрытием то есть я не знаю но наверное какой-то скотч до технически там для какой-то изоляции проводов чего-то еще на то есть уже типа один раз приклеил и все вот поэтому я как-то уже боюсь скотч приклеивать куда-то к столу вот то есть вот такой вот скотч но я не знаю буду ли я им армировать значит наждачка я пока края не обрабатывал ничего все это будет будущем но и да вот вот эти вставочки на рукоятку я вырезал просто из листа бумаги сложил связал скотчем подложил отлинею ручкой вырезал и внутри рукоятки вот здесь у меня вставлен кусок этой пластика этого но внутри рукоятки вставлена обыкновенная пенка вот такая для жесткости вот ну то есть что было не чтоб сама рукоятка только для измерений ну и без она особо не дает я думаю что я там же и и оставлю вот ну собственно говоря все сейчас остановлюсь на паузу как еще что-то сделаю то буду вам включаться показывать но и в плане будущем принципе думаю вы понимаете что сверлится отверстие в итоге когда все будет склеена и подвязывается сетка на обыкновенной капроновой ниткой пока что все остановлюсь на паузу ну что у меня сейчас идет второй этап можно сказать проклеивание значит где-то я вот уже в принципе я склеил вот здесь в три слоя вот и два слоя значит изгиб делал вот таким вот образом то есть прикладывал полоски проклеивал их и сделал делал стяжки значит вот здесь я уже как бы сказать довожу то есть доклеиваю здесь кусочки которые плохо проклеились их промазал еще раз его поджимал вот этими скобами вот вот здесь я другой конец то же самое есть вообще плохо проклеилась я сюда поставил струбцинку вот ну и собственно говоря первый раз когда я делал сначала два слоя обмотал просто вот так вот изоленты чтобы они сжались потом добавил еще один слой они сжались тоже обмотал чтобы они сжались ну то есть вот здесь у меня уже наверное сейчас идет четвертый этап проклеивание то это уже не проклеивание как бы сказать доклеивание вот потом буду ставить рукоятку но я уже ее показывают эти вот и для склеивания я использовал вот такой вот край момент для сжатия изолента обыкновенная вот ну пока что все опять становлюсь на паузу и когда у меня проклеится когда я уже буду делать форму подсака кстати вот эти вот все изгибы если я даже сейчас сниму изоленту то они останутся в таком виде потому что она проклеена изогнутом виде вот мы потом как я уже говорил буду еще на сверленной отверстия для подшивания сетки и естественно этим еще сильнее будет удерживаться подсак и нитку я тоже думаю пропитать клеем ну что вот уже второй день занятий над этим подсаком значит все уже проклеена по периметру вот я начал формировать ручку значит ну вот здесь джимается доклеиваются стыковочные какие-то места вот все остальное очень плотно проклеена не болтается не играет ничего ну и значит сейчас вот все же такое как немножко конечно подсохла сейчас я буду снимать вот эту изоленту и вклеивать вот сюда вот двух сторон вот эти боковые вставочки ну вот собственно говоря я думаю здесь показывает также как и ранее нечего то есть снимаем изоленту вклеиваем вставочки кстати нужно сказать что вот здесь вот все вот этого трехслойная значит первые два слоя идут вот сюда вот на рукоятку а внутренний третий слой он просто проходит кольцом по всему периметру всего подсачника ну вот так вот все пока что опять становлюсь на паузу сейчас буду снимать изоленту и подклеивать боковины рукоятки ну вот третий день клей клей вроде как везде подсох значит по всему периметру насверлил отверстий вот расстояние между отверстиями ровно дюйм почему дюйм не знаю просто так не захотелось но кроме мест стыка местах стыка где-то по пол дюйма я взял между отверстиями расстояние вот как усиливать рукоятку пока еще не знаю но в принципе уже он довольно таки крепкий конечно него есть небольшая пластичность что в принципе я думаю при ударах каких-то будет компенсировать и не будет ломаться ну сам по себе пластик это довольно таки эластичен вот ну что сейчас вот я буду снимать эту ленту буду прошивать крепить сетку и думаю что скорее всего я это уже показывать не буду но рукоятку я просто вот здесь вот на сверлю отверстий значит вот тут вот и вот тут и вот так типа прошью по всему периметру по всем местам стыка рукоятку он мне кажется будет как-то и более красиво смотреться и в руке не будет скользить то есть более как-то эстетично будет вот ну и одновременно будет очень крепко ну все пока что становлюсь на паузу